Всем тихой ночи. В SCP-2264 говорится, что для того, чтобы попасть в измерение Аллагады, необходимо перед определенной дверью в Лондоне выполнить алхимический ритуал, который заключается в прохождении четырех стадий. Эти стадии называются Негреда, Альбеда, Цитрианитас и Рубеда. Также и лорды в масках, одной из которых является SCP-035. Управляющие этим странным миром, называются черным, белым, желтым и красными лордами, что соответствует стадиям алхимического ритуала. Да, именно маску черного лорда фонд знает как маску одержимости. Соответствие полное, ведь Негреда на языке алхимиков это чернота, Альбеда это белизна, Цитрианитас это желтизна, и Рубеда это краснота. Эти четыре алхимических элементов встречаются далеко не только в SCP, но и например в играх по Ведьмаку, да и вообще в огромном количестве произведений. И вам наверняка не раз попадалось. Но откуда же это все изначально пошло, спросите вы. Ответ вас может удивить, ведь эти понятия пришли нам из древних алхимических книг. Науку, где все теории доказываются и постоянно проверяются экспериментами и наблюдениями, люди придумали на самом деле достаточно недавно. До этого многие тысячи лет человечество объясняло практически все магией, либо действием божеств. Всякие взаимодействия разных веществ люди долгое время называли сильным колдунством, известным как алхимия. Попав в Европу где-то в 13 веке, алхимия сразу разделилась на огромное множество течений. Какие-то алхимики занимались подобием научной химии, проводя разные операции с веществами и пытаясь получить что-то новое. Кто-то пытался превратить свинец в золото, кто-то изготовить панацею, то есть таблетку от всех болезней, а кто-то даже сделать философский камень, вещество являющееся пятым элементом, который может и свинец в золото превратить и сделать старика молодым, да и от всех болезней вылечить. В общем, в состав SCP-500 наверняка он входит. Символом философского камня стал Ураборос, то есть кусающий свой хвост змей. К слову, этот символ был древним для алхимиков уже даже 13 века, вот настолько он древний. Некоторые еще считают, что символ впервые появился в Древней Индии и связан с Анантошешей, но это не точно. Главное, что в SCP-500 тоже есть, так что это важно. Короче, философский камень штука определенно классная. Но как же его получить-то? Где взять? Разные алхимики пытались сделать его по-разному. Кто-то свинец в ртути варил, кто-то серу нюхал. Один немецкий монах вот даже утверждал, что надо взять старого петуха, сильно его откормить. Тогда он снесет яйцо, которое должны высиживать жабы. Из яйца вылупится Василиск, которого надо сжечь, растолочь и смешать с кровью рыжего мужчины, после чего развести все это уксусом. И когда эта жидкость высохнет, она и станет философским камнем, что будет превращать металлы в золото. На самом деле все рецепты получения философского камня были примерно вот такими, и этот далеко не самый упоротый. Своя атмосфера была у них там в средние века. Так продолжалось много столетий, пока в 1677 году не появилась анонимно изданная книга под названием Мьютус Либер, или Немая книга. Вокруг книги сложилась легенда, что ее написал некий Николя Фламель, который родился в 1330 году. На могиле Фламеля написано, что он умер в 1418 году, но легенды о встречах с ним ходили еще много веков после даты его смерти. Вот и книгу из 1677 года тоже ему приписали. Эти легенды говорили, что Фламель нашел секрет философского камня и стал жить вечно, а свою смерть лишь инсценировал, а тело в его могиле принадлежало какому-то бездомному. Соответственно, книга Мьютус Либер по все тем же легендам содержала секрет бессмертия и превращения металла в золото. Но проблема в том, что в ней не было связанного текста, и состояла она в основном из задних картинок. В эпоху Возрождения мистика стала определенно более стильной. Смотреть загадочные картинки от бессмертного анонимуса это уже намного лучше, чем заставлять петухов нести яйца и жаб с цыплятами в ступе с артутью толочь. Все нарисованное в книге обобщенно называлось «Великое делание» или «Великое дело», которое и должно привести к созданию философского камня. «Великое делание» разделили на четыре этапа. Собственно, Негреда, Альбеда, Цитрианита, Сырубеда. Судя по всему, именно воспроизведение этих этапов и открывает дверь Вологаду в SCP-2264. В самом объекте информация о ритуале удалена, и написано, что доступна она в отделе алхимических исследований. Негреда заключалась в уже известных алхимикам развлечениях со свинцом, ртутью и серой, в результате которой получалась черная субстанция, на вроде той, что течет из SCP-035. Во время Альбеда из получившейся субстанции выпаривают шлаки, пока она не белеет. Что конкретно нужно делать во время Цитрианиса и Рубеда из сохранившихся описаний непонятно. Видимо, все, кто пытались, травились парами с свинца и ртутью, дальше не проходили. Но тут кто-то особенно умный придумал, что все эти субстанции нужно варить не в металлическом котле, а у себя в душе. Потому в SCP-2264 черный лорд – это лорд страдания, белый лорд – это лорд упорства, желтый лорд – это лорд ненависти, красный лорд – это лорд веселья. Каждый из лордов отражает определенное душевное состояние. И в этом распределении настроение между лордами кроется связь с учением о духовной алхимии, причем в поздней психоаналитической интерпретации, так что будем ее придерживаться. Великое делание в алхимии духовной – это не варенье свинцовых ломов в ртуте, а последовательное прохождение психикой человека четырех стадий. До современного состояния эту концепцию довел швейцарский психоаналитик Карл Густав Юнг, который натянул мистическое алхимическое учение о трансформации души на психологию. Первая стадия – негреда. Заключается в том, что человек встречает весь свой негатив, все, что плохого есть в нем. Так сказать, погружается на самое дно своего психологического омута, чтобы в нем не осталось скрытых от него самого страхов и смутных сомнений. Вспоминает, разглядывает под внутренним микроскопом все свои психологические травмы и проблемы, для того, чтобы не было ничего, что могло бы удержать его от дальнейшего делания. Карл Юнг писал, что негреда – это опыт прохождения через болезненные, беспокоящие теневые стороны личности. Судя по всему, Алагада прошла эту стадию, выбросив из себя лорда страдания, который распался на SCP-035 и SCP-682, неуязвимую рептилию. Вторая стадия – это Альбедо. Стадия, в которой у человека уже не остается сомнений и страхов, а значит, начинается время упорного труда. Чтобы что-то получилось в жизни, нужно что-то сделать. Чтобы проделать свой опус магнум, то есть великую работу, которая будет так эпична, что войдет в историю, надо для начала создать великого себя, так сказать. Без труда невозможно достичь мастерства. Альбедо – это стадия достижения мастерства, в которой адепт живет после негреда. Таким образом, белый лорд упорства, скорее всего, является текущим управляющим Алагады, и ее основным, так сказать, идейным вдохновителем. Возможно, поэтому также выпавшие из этого измерения SCP-049 так заботятся о том, чтобы создать самое лучшее лечение. И, возможно, если бы его разум не был бы отравлен черным лордом, может бы у него и получилось. А может быть еще и поэтому Алагада сама по себе постоянно достраивается и перестраивается, пытаясь найти лучший вариант себя. Возможно, поэтому, несмотря на весь разврат и трэш, который там творится, Алагада прежде всего известна среди путешественников между мирами своими библиотеками, а не борделями. Третья стадия – Цитрианитас. У Юнга она означает стадию мудрости и силы. Стадию, в которой человек может делать вещи, которые выходят за пределы представления об обычных человеческих возможностях – быть умнее и лучше других, быть сильнее других. Эту стадию также ассоциируют с охотой и борьбой. Похоже, именно последняя интерпретация верна в мире SCP-2264, ведь Желтый Лорд – это носитель маски ненависти. В трудах алхимиков и прочих мистиков эта стадия не сохранилась, потому как считается естественным завершением Альбедо и её частью. В целом логично, ведь если в чём-то упорно развиваться, станешь круче остальных в этом. Четвёртая стадия – это Рубедо. Стадия, в которой после свершения из предыдущих стадий наступает просветление. Рубедо – это стадия, в которой после всех алхимических операций получается создать тот самый результат – опус магнум или великого делания, философский камень, совершенство духа и всё такое. Вообще, у Юнга есть такая фраза – алхимики на самом деле стремились к уединению, ведь каждый получает своё по-своему. Таким образом, единого представления о том, к чему должно вести великое делание и каким должен быть философский камень, нет. И никогда не было. Сами алхимики были крайне разношерстной публикой. Это были и монахи, и учёные. Это были скучающие аристократы и просто средневековые хиканы. Одни хотели сделать камень, который превращает металлы в золото. Другие грезили бессмертием и вечной молодостью. Третьи желали мудрости, и каждый получал своё по-своему. Если что-то общее есть в путанных противоречивых трудах последователей делания, так это свой уникальный путь в получении своего. Главное – это само делание. SCP-2264 «Красный лорд Элагады» – это лорд веселья. Так что может быть, что этот извращённый и пропитанный ядом мир из вселенной SCP, болтающийся где-то между мирами, хочет в итоге самого простого – счастье. Когда я делал этот сценарий, я, конечно же, полез искать какие-то похожие теории на Reddit. И нашёл там только один пост с примерно похожей мыслью. Даже странно. Идея эта, в общем-то, на поверхности лежит. Надо всего лишь знать, что такое алхимии, что писал Карл Юнг. Зато в ходе моих поисков я обнаружил, что на английском SCP появилась серия рассказов, которая мало того, что подтверждает мою теорию о том, что Алла Гадой правит никто иной, как Алый Король. Так ещё и рассказывает суть деятельности отдела алхимии фонда SCP, который был упомянут в SCP-2264. Рассказы очень большие, так что, сдаётся мне, их перевод появится нескоро. Я проглядел по диагонали и, похоже, да. В этих рассказах действительно раскрывается алхимическая суть SCP-2264. Будем надеяться, что эти тексты когда-то появятся на русском языке. А пока всем успешного делания, создания своего философского камня, ну и не травитесь там парами свинца и ртути. Всем пока!